Виктор Степанович Гребенников – энтузиаст-энтомолог, его сфера интересов – насекомое. Но однажды он сделал неожиданное открытие, о котором достаточно подробно и честно рассказал в книге «Мой мир», изданной в Новосибирске тиражом всего в одну тысячу экземпляров. Эта книга есть в сети, и кто хочет ознакомиться, я ее скачал, прочитал. «Гребенников. Мой мир. Довольно интересная книга». Удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда ученый разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла. Это была упорядоченная, словно штампованная композиция, напоминающая соты пчел. Понять, для чего природе надо было создавать столь изысканную структуру, было бы трудно, если бы не случайность. И следователь, без всякой цели, положил на одну пластину, точно такую же, с необыкновенными ячейками. И тут произошло странное. Деталька вырвалась из пинцета, повисела в воздухе пару секунд, после этого плавно упала на стол. Пластины явно взаимодействовали. Виктор Степанович повторил опыт. Одна пластина парила над другой. После этого ученый скрепил проволочкой несколько крыльев, получив хитиноблок. И тут уже не только легкие предметы, но даже канцелярская кнопка легко зависала над блоком. А в какой-то момент она даже начисто исчезла из вида, словно уйдя в другое измерение. Гребенников понял, что случайно натолкнулся на нечто другое. Он открыл явление антигравитации. Позже ученый назвал свое открытие эффектом полосных структур. Это нижняя часть его платформы. Она легко разбиралась и собиралась. Вот она одна часть, вторая часть. Он говорил в своей книге, что самая удобная форма, треугольная для гравитолета. Но он собрал именно такую, потому что она тогда легко собиралась и разбиралась. И все помещалось внутрь и становилось как чемоданчик. Это верхняя часть. Гребенников внимательнейше исследовал под микроскопом структуру подложки крыла и сумел повторить ее на опытной модели. Два года потребовалось ему, чтобы из своего мольберта художника и прикрепленной к нему стойки с управлением секторами перекрытия полосных структур, сделать компактную летающую платформу на одного человека. Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года. С улицы Восхнил-городка, сельхозакадемии под Новосибирском, где он жил. Восхнил – это Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина. В систему Восхнил входило более 150 научных учреждений. Это при том, что Академ-городок находился совершенно в другом месте. Вот как он описывает первый полет. Поднимался прямо с улицы, полагая, что во втором часу ночи все спят, и меня никто не видит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз, и я был метрах в ста над землей, почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью и неумолимо потащила в сторону города. Он пересек зону девятиэтажек, пролетел заснеженное поле, шоссе Новосибирска-Кадем-городок, оно называется Советское шоссе, и устремился к громаде спящего города. Его несло к заводским трубам, густо дымившим в ночи. И вот здесь вот фотография, наиболее распространенная в сети. И здесь показано, как он отрывается от земли. «С величайшим трудом я сумел, с грехом пополам, сделать аварийную перенастройку блок-панели», – пишет Виктор Степанович. Горизонтальное движение стало замедляться. Лишь с четвертого раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой, Кировским районом города. С облегчением убедившись, что «злая сила» в кавычках исчезла, я заскользил обратно, но не в сторону Воскнил-городка, а правее, к Толмачеву, запутать след на тот случай, если кто-то меня заметил. Вот в собранном виде. На следующий день новости, сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой» «Снова пришельцы» явно говорили о том, что его полет засекли. Одни воспринимали феномен, как светящиеся шары или диски. Другие утверждали, что летела настоящая тарелка с иллюминаторами и лучами. С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой аппарат, предпринимая по час весьма далекие, до 400 километров, путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время. И вот довольно редкая фотография его платформы в сборе. Геннадий Моисеевич Заднепровский рассказывал об этом, демонстрируя на экране снимки и самого Гребенникова, и его странного аппарата и фото со взлетом платформы. Признаться, даже нам, уфологам, привыкшим к самым разным ситуациям и неожиданностям, трудно было осознать реальность такого открытия. Полеты Гребенникова. Вот как описывают свои полеты сам Гребенников. Знойный летний день. Далее утопают в голубовато-сиреневом мареве. Я лечу метрах в трехстах над землей, взяв за ориентир дальнее озеро. Светлое вытянутая пятнышко в туманном мареве. Меж полей и перелесков вьются тропинки, они сбегаются к грунтовым дорогам, а те, в свою очередь, тянутся туда, к автотрассе. Сейчас я в тени облака. Увеличиваю скорость, мне это очень легко сделать. И вылетаю из тени. Меня держат в воздухе невосходящие потоки. У меня нет крыльев. В полете я опираюсь ногами на плоскую прямоугольную платформу, чуть больше крышки стула, со стойкой и двумя рукоятками, за которые я держусь и с помощью которых управляю аппаратом. Фантастика! Да как сказать? Меня сразу не видно, снизу не видно. Даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. Но все-таки, как я после узнал, люди изредка кое-что видят на этом месте небосвода. Либо светлый шар или диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, движущегося, по их свидетельствам, как-то не пооблачному. Большей же частью люди ничего не видят. И я пока этим доволен. Мало ли чего. Тем более, что пока не установил, от чего зависит видимость, невидимость. И поэтому стараюсь, и поэтому сознаюсь, извиняюсь, старательно избегаю в этом состоянии встречаться с людьми, для чего далеко-далеко облетаю города и поселки, а дороги до тропинки пересекаю на большой скорости, лишь убедившись, что на них никого нет. Увы, природа сразу поставила мне свои жесткие ограничения. Смотреть-то смотри, а фотографировать нельзя. Так и тут. Не закрывался затвор, а взятые с собой пленки, одна кассета в аппарате, другая в кармане, оказались сплошь и жестко засвеченными. При этом почти все время обе руки заняты. Лишь одну можно на 2-3 секунды освободить. И здесь рисунок полета. Хочется цитировать Гребенникова еще и еще, но любой, кто знаком с интернетом, вполне может прочитать подробности и комментарии, увидеть фотографии устройства на ряде сайтов. Кстати, была подсчитана средняя скорость полета на платформе, до 1200 км в час. Как у реактивного самолета. И при этом никаких неприятных ощущений. Фантастика. Судьба открытия Гребенникова незавидна. В Новосибирске активно действовал так называемый комитет по борьбе с лженаукой. И ученого сразу и безоговорочно зачислили в шарлатан. Тем паче, что естествоиспытатель имел образование лишь в объеме десятилетки. Когда надо было учиться, он сидел в сталинских лагерях, как сын врагов народа. Нет, он не из-за этого сидел. Я вам покажу. Будет немножко об этом. А весной 2001 года из-за перенесенного инсульта ученого не стало. Сейчас многие энтузиасты по его записям пробуют восстановить антигравитационную платформу Гребенникова. Такое наименование получил его аппарат. Открываем Википедию и смотрим, за что же был осужден Гребенников. В 1946 году был осужден за подделку хлебных карточек. Нарисовал их от руки. Было ему на это время 19 лет. И это был 1946 год. Сразу после войны. Освобожден по амнистии 1953 года. И заодно здесь вам покажу, что вот Новосибирск, вот Восхнил, Краснообск. И вот эта траектория, куда он летел через шоссе. А вот здесь вот Академгородок. И хочу вас ознакомить еще с одной статьей, которую в 2016 году написал Клим Подкова, известный по многим рассказам, которые я читаю на своем канале. И здесь некоторые другие факты. В 1993 году в четвертом номере журнала «Техника молодежи» появилась статья «Ночной полет на гравитолете». Ее автор Гребенников писал, что открыл эффект, позволяющий отключить земное тяготение. И построил на его основе аппарат, позволяющий перемещаться по воздуху. Большую часть статьи занимало описание полета. И здесь вы видите эту фотографию. «Техника молодежи» имел статус журнала серьезного, не печатающего всякую ерунду и не падавшего на дешевые сенсации. Не всякий, желающий публиковаться, мог пробиться на его странице. Да и автор менее всего смахивал на шутника. Виктор Гребенников был человеком с именем в научных кругах. Ученый-энтомолог, заслуженный эколог России, автор многочисленных публикаций, создатель Новосибирского музея агроэкологии и охраны окружающей среды. И все же многие писали, что статья смахивает на утку, а снимки – фотомонтаж. Развеять сомнения могли бы разъяснения самого автора, но принципа работы своего гравитоплана Гребенников в статье не излагал. И все же кое-какая информация была. Эффект полостных структур. Вы удивитесь, но ученые не могут объяснить, как летают некоторые виды насекомых. Площади крыльев явно недостаточно, чтобы подняться в воздух. И все же они летают. Гребенников был энтомологом, изучал насекомых и долгое время пытался разгадать этот парадокс. В 1988 году он открыл эффект полостных структур ЭПС. И далее, наверное, чтобы все это не читать, я вам хочу сказать, что... Но к этому времени отношение самого Виктора Степановича к своему изобретению резко изменилось. Неизвестно, что за поле создавал аппарат, но его воздействие на человека оказалось пагубным. Здоровье Гребенникова резко ухудшилось. Ученый был уверен, что это результат воздействия энергетики гравитолета, над усовершенствованием которого он постоянно работал. В общем, не захотел он, чтобы узнали тайну этого его изобретения. Гребенников был наполовину парализован, но сохранял ясность сознания. Заявил, что аппарат разобран и уничтожен, чертежей не существует. Сознает, что скоро умрет, однако отдавать свое детище в первые попавшиеся руки не намерен. Ищет достойного преемника, но пока не нашел. Через 4 месяца после встречи он умер. Вот такая интересная тема. Спасибо Елене Бульбаха за то, что она мне дала ссылку на первую статью. И я дам ссылки на обе эти статьи, кому интересно, прочитают вот эту статью полностью. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания.